Анти-Майдан, Ютуб В данный момент они планируют совершить обряд искупания Пошел второй Не зря говорят, что русскому хорошо То немцы смерть Девушка, вы тоже? Нет Все, пока пацанов не челкает 30 августа, значит, вечер Мы находимся в Ялке Вот сейчас встретились с двумя коренными крымчанами Представьтесь, пожалуйста, коротко Как вас зовут и откуда вы? Женя, город Симферополь, столица Крыма Отлично Город Симферополь Замечательно Скажите, пожалуйста, ребята Ваши воспоминания, ощущения 16 марта Прошел в Крыму референдум Как вы это все ощущали? С какими чувствами вы Возможно шли на референдум, возможно не шли Возможно были против Какие у вас были чувства? Я скажу Да, пожалуйста Я честный хокол, честный украинец Но Я могу С уверенностью на 89% Скажем так Сказать, заявить Что В Крыму Пусть не совсем честно И совсем чисто Прошли Референдум Но Люди реально голосовали за Россию Просто Я люблю Украину Люблю Украину как страну Родину Ну я недвижу Это Привительство Недвижу Все То, что происходило в последние годы В принципе Всю мою жизнь Все то, что сделали с моей страной Поэтому Хотелось каких-то изменений Хотелось Я В принципе знаю, что в России тоже нет никаких улучшений Может быть немножко лучше и будет Может быть хуже Но Есть какая-то вера Есть Надежда Что Володя Путин Возможно такой же херовый как Какой бы был у нас Нет, не такой же херовый Ага Вообще там адекватный человек хотя бы Да Человек, который Садится На конференции, да Садится Посреди зала На стуле Нет никаких Не знаю, есть, нет наушники Нет никаких подсказок Ничего Человек не стесняется ничего говорить У него Открыто заявляет Отвечает на любые вопросы Просто не стыдно с таким президентом Жить Хорошо Хотя знаем, что Ничего хорошего в принципе тоже не будет У нас Но Я голосовал за Россию Хотя чистых укол От меня отказались все Родственники на Украине А ваши родственники на Украине Да Тупо отказались Ты пошел ты нахер Все остальное Ты предатель Я не считаю себя предателем Я жил Родился и всю жизнь живу в Крыму Моя родина Крым Ну то есть Ну то есть Я не вижу будущего Абсолютно никакого Нет страны Украины Все Прощай Извини меня Я тебя люблю На реки Вечные 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 Хорошо, спасибо Может быть вы можете что-то добавить? Конечно Я могу Ну Постараюсь Конечно Много чего Абсолютно Ну постарайтесь Уложиться в 2-3 минуты Пожалуйста Я Человек из Севастополя И Я Людей Которые ехали со мной На митинги На Вот эти вот Все Собрания Которые проходили На площади Нахимова Честно говоря Людей было очень много Все Люди Которые там были Ну Грандиозная поддержка В сторону России Была Вот Ну Как Ну вот скажите Украинские СМИ Некоторые Западные СМИ Утверждают Что результаты референдума Были подделаны Вот как вы считаете То что вот 96 с лишним процентов Проголосовали За Присоединение К России Как вы считаете Это сфальсифицировано было Или это действительно так было? Там Меньшинство Проголосовало Вроде как менее Сколько там Менее 50 процентов Проголосовало За 90 Ну 96 процентов Из 80 Правильно Да Правильно Явка была около 80 За было около 96 Официально По количеству опросов Моих друзей И знакомых Которые присутствовали В комиссии Которые работали в комиссии Которые были членами И остальными там Людьми В этой комиссии В этой комиссии В этой комиссии 90 Может быть Не 96 Пусть будет 85 Но Реальное Большинство Было Люди За Россию Да Сколько 80 А он Тебя заявляет Ты спрашиваешь Меня в открытую Вот если Вот сейчас Будет Заварушка Ты Меня Зарежешь Он говорит Нет Я тебя не зарежу Я зарежу твоего друга А мой друг Зарежет тебя Открыто Абсолютно Я На работе Вот Ситуация Какая же Прикада У меня из рабочих Каменщиков Так Человека просто Выгнали Послали На 4 На 3 бука Да За то что он просто своим друзьям Своим товарищам Своим коллегам Так он заявил И таких случаев просто Ну как вы считаете Как вы считаете Это правильно то что Должна быть такая Межнациональная Какая то вот Несогласие межнациональное В Крыму Вы считаете что Все люди Должны как то Мирно стараться жить Все люди Должны стараться Не стараться Должны мирно жить Я вам скажу одно Я уверен на все Не даже не сто А на миллион процентов Что Крыму Было бы Десятки раз хуже Чем сейчас происходит Донецке На востоке Украины И чем Было бы хуже Чем там Ну Потому что Потому что у нас Очень много национальности Хорошо Я уверен просто в этом Просто общаюсь с людьми Общаюсь с людьми Общаюсь с людьми Национальностями Хорошо Была бы похуже война Хорошо Я благодарен наверное Хотя бы Пусть мы их лучше Пусть мы немножко хуже Стали жить После этого Хотя надеемся на лучшее Но У нас нет войны Это самое главное Вот у меня сейчас девушка с Донецка И я была Вот здесь не поздно Не надо вот Стучать каплуками Просто я смотрю на нее Смотрю на ее ситуацию И доволен что У нас нет войны У нас все хорошо Так Рискажите тогда еще пожалуйста Вот Со времени референдума 16 марта Прошло уже там около полугода Да То есть вы какие-то чувствуете изменения Или пока еще все-таки нет И если у вас есть какие-то трудности Вот здесь вот именно в Крыму Какие тогда Я вот так шаг назад сделаю Трудности Тяжело почувствовать Честно говоря Изменения Но Во всяком случае Поддержку от России Мы тяжело Во всяком случае В Севастополе Много гуманитарной помощи Приехало Это я помню Ты этого не чувствуешь? Ну Я это видел Во всяком случае На самом деле Стало тяжелее Я видел эти тысячи санкции Да Конечно Конечно Точно Да Скажем У бюджетных организаций У бюджетных У бюджетных У людей У пенсионеров У пожарников У милиционеров У них там Зарплаты 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 повысились Причем У пожарников Там раз в шесть повысились До шести раз Это вот здесь в Крыму То есть у вас Да Я вот это могу сказать У меня вдруг Получал две тысячи гривен Это Сколько Это там Семь тысяч рублей Да Сейчас он получает 35-40 тысяч рублей То есть Заразницы Колосами Ну соответственно Увеличились и цены Да получается Ну до двух раз Точно увеличились А вот Этих организаций Как Я в частной работаю Пацаны А что у вас пиписки-то спрятались Так продолжаем Так вот Цены реально Повысились Прекретно повысились И в принципе С каждым Днем Не днем С каждой недели Растут Мы это В Италии Замещаем Сейчас пока остановимся Мы надеемся Нам обещают Что с Нового года У нас Не На какой-то момент Я вот помню Работал Вот На какой-то момент Не поднялись Но потом немного опустили И потому что она А так Таппи вроде держится Чуть-чуть поднимается Нет Ну Ну Понятно Хорошо В принципе Все понятно То есть Есть проблемы Но Вы надеетесь на лучшее И в принципе Что-то меняется Возможно К лучшему Совсем понятно Да? Конечно Просто Я реально люблю Украину Мы надеемся На Путина Мы предателя Не знаю Будущего Украины Нет Во всяком Во всяком Во всяком Случа Это человек Лидер За которого мы идем Это не тот Который У нас там был Ну Не знаю За Порошенко Я бы честно говоря Не пошел Вот за Путина Да Порошенко Значит А вот вы говорите Что вы значит Украину любите Ну вы из Украины Скажите Уроженец какого города Вы являетесь И вот Если это конечно Привет Родился в Симферополе Ну Мои родители Мои все Я родился Они переехали И да Я крымчанин Родители Житомирской области Привет Придите В село Жеребки Ходорки Все остальное Я думаю У нас есть несколько зрителей Да Все мои родственники Оттуда От меня просто Отказались Вам привет Я вас люблю Бывает Извините Но такая Такая жизнь Я не могу Я не могу Настолько Это глупо Когда мой род Дядька У которого Ребенку Полтора годика И две дочки Ну там по 15 лет В группу 17 13 Не важно Идет на войну И говорит Ему спрашиваешь Может не надо Может нет Я не могу Я не могу Я не могу Я буду А ты идиот У тебя маленький ребенок У тебя Три Ребенка У тебя жена Которая уже просто черная От тех впечатлений Которые она слышит Видит И чувствует А ты Баран Просто настоящий баран Ты хочешь Для тебя важнее Я не знаю Что Я не знаю Что Я не знаю Никакую не честь Ты тебя просто используют А ты можешь Оставить свою семью Без отца Это глупо Это ничтожно Это Не знаю Это У меня просто слов нет Это крик души Скажем так Это крик души Это глупо Просто глупо Вот одно слово Которое идеально подходит Для этой ситуации Не знаю Так Семья Что такое Какой-то там Порошенко Какой-то там Пусть будет Путин Не важно Какой-то идиот Какой-то там президент Не важно Кто он там Главнокомандующий Послал тебя И это остальных идиотов Воевать Да? За что? За то, чтобы ему было хорошо? Воевать брата против брата У меня родственники И в России И в Украине Воюют друг против друга У меня друзья воюют за Россию Друзья воюют за Украину Это по-идиотски Ничтожно Это нелепо Это противно Я не могу Меня бесит ситуация Та В которой Мои родственники Мои знакомые Которые в Украине Ненавидят россиян Да Это неправильно Это неправильно Ведь жили люди мирно В принципе Много реклама Да Как можно Так вот просто резко стать Людям навязали Ну вспомните референдум Да? Когда показывали у нас в Крыму Магазины пустые У нас так все плохо Все так ужасно Все так ужасно Все так ужасно Все так Все так Бедняжки мы такие Под дулами автомата Заставляют купаться Бред на пляже Просто бред То есть вы утверждаете что Если я сейчас проведу Вокруг вас камеры То тут нет автоматчиков Которые вас заставляют Это говорить? Нет, у нас и не было У нас были люди Которые Они прячутся Они искусно прячутся? Они искусно И спустя Эти полгода Или несколько месяцев Мы это не на самолете Уже уверенно Можем заявить о том Что Я уверен просто Сто процентов Если бы Не было этих Действий Которые Володька Путин Провел В нашем Крыму То есть Было бы В десятки раз хуже Чем Украина Это сто процентов У нас много национальности Я вас уверяю Просто Вторая наоборот У меня рабочий Которого пострадала Я с ними непосредственно общаюсь Это люди Которые Которым скажешь Вот им скажут Джимильев Кто у них Чубаров Не важно Им скажут Они как стадо баранов Они пойдут за этим словом Не думая Абсолютно не думая Это глупые бараны Просто бараны Нет, самое главное Спасибо И значит Завершающий вопрос Который я хотел бы вам задать Вот если бы вы сейчас могли Передать какой-то вот Привет Петру Порошенко И людям Которые Которые Живут сейчас в Донецке И в Луганске Которые подвергаются Бабардировкам И так далее Что бы вы могли сказать Постарайтесь пожалуйста В одну минуту уложиться Петенька Я постараюсь уложиться В одну минуту Я тебе хочу передать одно У меня Куча родственников У меня все родственники Почти все 90% родственников На Украине Они Голосовали за тебя Хотя я им говорил Не будет никакого счастья с тобой Пожалуйста Сгинь Вообще Просто умри Я не знаю Утони Уйди просто Уйди просто Уйди мирно Исчезни Тебя ненавидят В общем Даже те люди Которые за тебя голосовали Реально голосовали Которые в тебя верили Почему-то Безнадежно верили Я тебя уверяю Петя Пожалуйста Уйди Просто Исчезни У тебя будет лучше А людям В Донецке и Луганске В Донецке В Донецке и Луганске Тоже Я Очень много общаюсь Я девушка В Донецке Я Человека 50 Встретил Который У меня очень близко Познакомился За последнее время В Ялте Симферополь Да Люди Были сначала За оплачение Сейчас В большинстве Стали За Украину Но Против тебя Петенька Против тебя Пожалуйста Сги С Украины Я переживаю За эту страну За мою родную страну Просто уйди Ты ее Угробишь Ты ее уже угробил За что люди воюют За что Когда же Еду в поезде Ладно Пришел Едет моя мать в поезде Едет 3 человека 30 35 лет Не Подожди Чистая правда Люди Воевальные Забыл как слон называется На Востоке Забыл как слон называется На Востоке На Востоке На Востоке Говорят Ребят Нам не с чем воевать Нас просто тупо обстреливают Как говно Извините Вырежешь это Как говно Нас обстреливают Мы как Животные какие то Прячемся Это абсолютная правда Хорошо Подожди Подожди А еще не все? Потом У нас Выжило Чтобы не сбрекать Пусть будет 20% Из бригады Из своих рот Не важно Выжило Приезжают к ним Я не разбираюсь звания Я не военный человек Командир какой то там Не знаю Лейтенант Капитан Не важно Приезжает к ним человек Они прячутся в подвалах В жилых подвалах Он с ними 2 дня Проводит Все тихо мирно Только он уезжает Свои же Украинцы Начинают их мочить Чтобы стереть информацию Это абсолютная правда Чтобы не было Никакой информации Чтобы не было Никакой Ничего Чтобы не было Просто стереть С лица земли Человек 2 раза Признан мертвым Человек Он признан мертвым Он же Гумер Но у него все знакомые Вот ровно Ровно В Ровенской области Да Но он Он боюет И все На Донбассе скажем так В основном Второй раз Его Скажем так тоже Замочили Второй раз Их начинают Свои же мочи Чтобы просто Никто не знал правду Люди Едут в поезде Едут на Киев Я понимаю Что они У меня есть их телефоны Могу дать их телефоны Могу дать их имена Едут в Киев В поезде Их пропускают Они на порожках едут Их Даже без билета Без ничего Просто не помогают Их все пропускают Едут Пытаются добиться правды Пытаются рассказать всем Что их просто кинуло Тупо кинуло Украинское правительство У них нет ни оружия Их Сейчас идем Свои же Свои же Начальство Скажем так Обстреливает Убивает Нет Просто не поддерживает Так что Петенька Пожалуйста Уйди Сгинь И не морочь нам голову Просто умри Хорошо Спасибо большое Марионетка Теперь вам слово Значит Ну на выбор То есть Как хотите Вначале людям Донецко-Луганское И потом Порошенко Или вначале Порошенко Потом людям Донецко-Луганское Для начала Порошенко Да Порошенко Единственное что я могу сказать Что Режим США Долго не протянет США Скоро Рыкнет И вот эти марионеты Которые были Ну Спокойнее Они Долго не тянут Они просто Убираются И Ликвидируются Либо Просто Куда-то теряются Народу С юго-востока Украины Новороссии Донецку Луганску Ну я бы Пожалуй Сказал бы Огромный респект Люди Просто молодцы У меня многие Друзья Тоже хотели Поехать Не помню честно говоря Кто поехал В Донецк Воевать Ну Я поддерживаю Респект Огромный Спасибо вам большое Спасибо за то что вы делаете Вы как бы Тоже Ну не тоже Часть России Ну я бы не сказал Что Украина Это Отдельная какая-то часть Украины Украинцы Хотя В принципе они И стараются Это так показать Но Новороссия Это Наша Российская Мы за вас Мы за вас Хорошо Спасибо вам большое Наиболее Да У всех Хорошо У всех Все сбывалось Да Дружба народу Да Дружба народу